На ремонте вот такая стиральная машинка Indesit. Ее модель IWSE5105. С диагнозом сначала тарахтела, а потом перестал крутиться барабан. Тарахтела она потому, что телепается на подшипниках, а потом перестал крутиться барабан. Просто он так телепался сильно, что спал ремень. И вот только тогда человека это напрягло и он обратился к мастеру. Значит не допускайте, чтобы вот так сильно крутился барабан. Может полностью выйти из строя стиральная машинка. Когда он наклоняется, он может черкать за... Вот слышите? Он может черкать за барабан, за бак пластиковый и протереть в нем дырку. Причем такую длинную. И тогда, если это в таком неудобном месте, где возможно ребро жесткости, уже ничего нельзя сделать. Почему? Потому что... Сейчас покажу. Смотрите, открываю. Я уже сзади открутил два винтика с одной и с другой стороны. И потом вот так вот толкаете и снимается. Здесь вот такие утяжелители. И здесь и вон там внизу. Если внизу протирается, обычно протирается внизу, наклоняется вниз барабан. Вот эта штука. Это утяжелитель. Он достаточно тяжелый. И как бы вы там не заклеивали, он настолько тяжелый, что будет раздолбывать и все равно будет протекать. Поэтому во избежание таких ситуаций лучше сразу обращаться к мастеру. Что нужно делать? Значит здесь передняя часть не откручивается. Она приварена. Вытаскивать бак вот этот нужно через верх. Значит надо снимать вот этот контейнер. Нужно снимать, открутить с этой стороны клапана для облегчения. Но его все равно снимать. Утяжелитель нужно снять. Скорее всего нужно будет вот этот фильтр сетевой снять. Потом присостат. И манжет. Манжет снимать легко. Здесь есть пружинка, которую мы поддеваем. Мне кажется, что она здесь находится. Вот она. Сейчас я уменьшую отвертку возьму. Вот так вот. Просто пружинку поддеваем и снимаем. По сути дела все. Теперь этот манжет должен выйти из зацепления. Еще. О, кстати. Порыв. Манжета. Можем оставить так. Можем болтку поставить. Здесь у нас что-то трется. Какая-то такая ситуация. Я так понимаю, что он где-то здесь трется. Потому что утоншение идет. Но в любом случае я бы не менял. Я бы поставил. Это можно поменять. Но это увеличить стоимость ремонта. Смотрите. Как снять. Одевать сложнее. Но все равно вытаскиваем вот так. И там с той стороны тоже такой же похожий хомут. Вот только он весь из пружинки. И вот в то место давим вниз пружинку. Натягиваем и снимаем. И расчехляем весь. По сути дела вот так. Вот такой хомут с той стороны. Он пружинит. Поэтому снимается не сложно. Это место надо закрыть. На скорость не влияет. Скорее всего протекает редко. Потому что в самом верху находится. Но скорее всего иногда подтекает. Хотя раз машинка не ржавая, то она не подтекала. А машинка вообще не ржавая. Вот так вот телепается на подшипниках. Проблема состоит в том, что этот бак для того, чтобы вытащить. Чтобы поменять подшипники нужно снять этот барабан нержавеющий. Он находится в баке. Бак состоит из двух таких тазиков. Которые вместе или прикручены или приклеены. Этот приклеен. Его разобрать невозможно. Только распиливать. Поэтому будем распиливать. А потом понасверливаем здесь отверстие. Через каждые 5-6 сантиметров. Штук 40. Приклеим на герметик. Или силиконовый или полиуретановый. Я рекомендую полиуретановый. Намного лучше скрепляю прямо насмерть. Не отверешь потом. Силиконовый легко отделяется. А полиуретановый только отвернуть. Откручиваем это, это снизу. Потом переворачиваем и по трубке. Вот бак там с той стороны. Еще к баку прикручены патрубки. Поэтому положим. Вот я приготовил тут картонок. Положу на бок и пооткручиваю. Снизу разные патрубки и провода от бака. И возможно даже электродвигатель сниму тоже. Чтобы было легче вытаскивать наверх. Но сначала откручиваем все. Значит вот эта штука откручивается. Откручиваем два винта здесь. И он поднимется. Аккуратно снимаем фиксаторы. Разъемы. Вот здесь такой фиксатор. Его немножко отодвигаем. Вот так вот чик. И разъем снимается. Фиксатор без фанатизма. Сильно не отжимаем. Он часто отламывается. А вот эта штука. Ну вот здесь вот. Один два три винта откручиваем. Для начала просто сильнее тянем. Здесь нет. Просто как-то сильно держится. Просто надо сильнее потянуть. И одной рукой неудобно. Здесь вот такой фиксатор. Который нужно просто... Вот здесь. Который просто нужно потянуть сильнее. И она вытащится. Хотя... А! Хотя мы можем ее там оставить. Получилось у меня снять вот эту накладку. Неожиданно. А эта штука... Сам контейнер пусть остается. Теперь вот эти три винта. И вот эти два. И эта штука снимется. Присостат крепится вот на такой фишке. Нужно в одну сторону потянуть. Отверточкой придавить. Одну сторону. Потом с этой стороны отверточкой придавить. и вторую сторону. Ну собственно и все. Снимаем фишку. Снимаем вот этот хомутик. Даже руками. Ну плоскоопциями допустим. И снимаем трубку. Все остальное. На контейнере трубка цепляется вот этим колечком. Сюда натягивается. Просто колечко снимаете и стягиваете шланг. И так я перевернул на бок. Открыл вот эту заднюю крышку. Для того чтобы снять провода с обогревателя. Снял электродвигатель. Два винта. Откручиваете и электродвигатель снимается. Снял хомут с плоского опциона. И стянул шланг с насоса. И открутил с амортизатора. Здесь гаечки на 10. Отсюда и отсюда два амортизатора. И все. Теперь можно вытаскивать наверх. Снова ставлю его. И наверх вытаскиваю. Наверное буду вместе с этим утяжелителем снимать. А потом отпадает амортизатор. А потом уже когда вытащу сниму утяжелитель. Все равно его снимать. Потому что нужно много работы распиливать. Оно все время будет мешать. Поставил я наверх. И через вверх вытащил бак. Теперь откручиваю утяжелитель. Он будет мешать. Тяжелый. Нужно его крутить постоянно. Чтобы пилить. И наверное все. Остальное все оставлю. Пусть на нем так и будет. Продолжаем. Продолжаем. Занес в теплое. Домой занес. И теперь просто пилем. Берем. Ну конечно не все так просто. Смотрите. Есть тонкая и широкая сторона. Сейчас ближе покажу. Есть тонкая сторона. И вот ее нужно беречь. И широкая сторона. Она не такая уже. Чтобы широкая. Она кажется широкой. Потому что здесь есть вот такой борт. Она все в такой угольной саже. И я весь грязный оказался. Значит. Смотрите. Вот этот такой борт кажется широким. У нее есть выступ в эту сторону. И выступ в эту сторону. То есть на самом деле он. Видите. Вот я здесь немножко уже снял. И тут тело только через два миллиметра. Тут такой же порожек. Ну не такой же большой. Но где-то один полтора миллиметра порожек есть. Вот я его немножко тут уже срезал. И оставляю тело это целое. А это идет вдоль вот этого целого тела. Потому что нужно чтобы все-таки толщина стенки. С этой стороны она тоньше. Чтобы она все-таки была более-менее толстой. Насколько это возможно. И вот пилка должна быть острая. И пилка должна быть как можно более узкая. С маленьким разводом. Развод это вот ширина на которая разведена зубья в одну и в другую сторону. Есть пилки с широким разводом. Она делает очень толстый рез. И это уменьшает толщину стенок. Как можно тоньше. Должна быть пилка. Ну вот такая ситуация. Поэтому это не такая кропотливая работа. Здесь потихонечку вот такие фиксаторы. которые фиксировались в момент заклеивания. Потом будем здесь сверлить отверстия. Подбирать болты, винты. Я обычно с этой стороны головку подпилю. С одной или с двух сторон у винта вставляю. А с этой стороны гайки. Или наоборот. Если сюда гайка вставляется. То с этой стороны шляпка. Как получается. Все зависит от возможности. Как можно чаще поставить. Проблема есть только вот в этом месте. Где вот здесь двойная стенка. Вот здесь. Здесь силовая стенка вот здесь. А здесь вот такой нарост. Его тоже нужно распилить. И здесь. И вот там. И как можно тоньше. Вот такая стоит задача. Потихонечку пилим. Сейчас я запиливаю. Снимаю вот этот. Видите. Делаю расширение. Снимаю вот этот. Снимаю ширину вот этой. Вот этой части. С моей стороны. Как я снимаю левая часть. Получается. Чтобы не запилить правую. Нужно бортик левой части снять. Тут именно бортик. Но он отталкивает пилку. И я потихонечку. Только бортик. Снимаю. Только бортик. Только бортик. Как видим. Вот здесь будет самая большая проблема. Нужно будет вот здесь оставлять толщину. И вот здесь потихонечку в эту сторону врезаться. Потихонечку пилим. Глаза боятся. А руки делают. Потихонечку пилим. Пилим. Ну что же. Я продолжаю пилить. Правда я перешел на более тонкую. Начал пилить более тонкой пилкой. Так называемая. Припасовочная. У нее развод совсем тонкий. Она немножко застревает. Правда. Из-за того что она практически не разведена. Но зато она делает более тонкий пропил. Немножко подточил. В чем суть. В принципе я уже во многих местах пропилил. Потихонечку. Пошел и пошел. По тому месту где я наметил срез. И она там сама заходит. Единственное я говорю. Чтобы стараться вот эту часть не уменьшать. Потому что она Хочется в нее врезаться. И тогда она становится тоньше. Все вот эти фиксаторы срезаем. Есть одно неудобное место. Она вдольное. Приближу его. Это такая полость специальная. И у нее есть вот этот край. Он такой не силовой. А просто герметичный. А силовой вот там вот проходит. И поэтому. А вот эта часть она как-то так заплавлена. Что у нее тонкий край вот этот. Нужно аккуратно. Чтобы не сильно и тоненький остался. И не сильно сюда уйти. Потому что эта часть тоже тут не очень толстая. Ну и через нее. Так как у меня пилка тонкая. Она зажимает. Ну буду потихонечку так. Небольшими пропилами. И нужно через нее и следующую захватить. Ну а так в принципе потихонечку пилю и пилю. Да. Что-то не получилось у меня вытащить терм. Я решил вообще не вытаскивать. Немножко ослабил. Он опустился туда. И соответственно я его не достал. Даже если достал. Но он металлический с ним ничего не будет. Ну конечно если вы там не будете болгаркой резать. А если там зацепите пару раз. Ничего страшного. Ну и в общем то идем шаг за шаг. Постепенно контролируя толщину. Потихонечку режем. Причем так прорежьте чтобы не идти полностью. А оставьте соединение в нескольких местах. Потому что если будете полностью идти. Потом начнете пилить и она начнет его играть. А если в нескольких местах не прорезанная останется. Она общую жесткость не потеряет. И потом когда уже все пропилите. Эти места допилите так сказать. Собственно и все. Работы на пару часов. Если аккуратно. Если быстро. На минут за 40. Ну вот так. В принципе. Проблем у меня еще никогда не возникало. Но сломать можно все что угодно. Ну что же. Когда я дошел до того момента. Что здесь. Видите. Здесь немного. Есть. Такой. Заворот. Потому что здесь как-то приплавлялось оно. И начало зажимать у меня эту пилку. Я туда сильно. Я туда не пилил. Ну и этой тонкой полотном по металлу я прошелся полностью. И теперь допилю еще несколько таких пропущенных мест. Я оставил для общей жесткости. Чтобы сохранял. Я тоже сейчас распилю. Располовиниваю. Потом снимаю шкив. Здесь нужно открутить звездочка шестигранная. Если будет плохо подаваться. Вот сюда можно поставить какую-то отвертку. И откручиваю. Сниматься должно легко. И барабан тогда уйдет вместе с валом. Пока вот такая задача. А сейчас немножко допилю. Итак я вытащил барабан. Обычно он прямо выпадает. Здесь гайка которая держала шкив вообще почти не закручена была. Потому что шкив не очень хорошо вытаскивался. Но вытащить смог. На что хотел обратить внимание. В данной ситуации у меня плохо выпадал. Пришлось выбивать. Выбивать просто. Бить сюда нельзя. Я вот подставил алюминиевую прокладочку. И почему? Потому что резьба здесь забьется. И вы потом будете мучиться закручивать назад. И уже с помощью через эту алюминиевую прокладку взял вал. Вот такой. И на весу выбивал. То есть оно не сильно опиралось. Но вышло. Состояние вот здесь до сальника. Место посадочное до сальника хорошее. Не износилось. Состояние кристаллины хорошее. Выбиваем сейчас. Подшипники выбиваются в разную сторону. Этот подшипник сюда. Сальник. Сальник. Сальник и внутренний подшипник сюда. Обыкновенным способом сейчас возьму. Значит здесь больше диаметра. С этой стороны этим же. Выбью. Потихонечку проставляю сюда. Чик-чик-чик-чик. Выбью. И с этой стороны. Ну сначала вытащу отверточкой сальник. Сальник нужно посмотреть по... У него не два размера, а три. Смотрим название. И все заказываем. Заказывать нужно как можно более дорогой сальник. Самый дорогой какой вы найдете. Желательно оригинал. И обязательно. Если у вас нет специальной смазки для стиральных машин. То одноразово. Итак. Нужно заказать подшипники. Значит 6202 подшипник Z. 6202 Z. Ну то есть в железе. Стоит польский какой-то. И внутри скорее всего 203. Но я еще посмотрю. И сальник. Значит сальник. Размер сальника. Не знаю будет ли здесь видно или нет. Но я озвучу просто. Значит 224010 дробь 11.5. Вот как-то вот так. 224010 дробь 11.5. Именно такой нужен сальник. Ну и внутри наверное 203. Но я еще посмотрю. Сальник вытаскиваем. Потихоньку вот так поднимаю. Там засаживаем хорошо. Раскачиваем все стороны. И вытаскивается. Грязь сюда попала. Значит. Проблема в том что именно сальник. Прохудился. Ну. Начал пропускать. Из-за этого вода попала в подшипник. И он разлетелся. Это проблема определенная. Ну. Сейчас посмотрим. Может так получиться что не будет выходить. Он разлетелся. И сейчас начну выбивать. Внутренние обойны выбили. А наружная может не выходить. Поэтому. Заранее. Побрызгаем. БДшкой. Возможно. Оно немного его раскислит. Ну что же. Я вам покажу как лайфхак такой. Как выбивать внутреннюю обойму подшипника. Не. Вот эту наружную обойму подшипника. Когда начал выбивать. Он же рассыпал. Там ни одного целого шарика. Начал выбивать. Внутренняя обойма просто высыпалась. Шарики все по половинке. А наружная осталась. Причем. Конструкция такая. Что с той стороны наружную обойму не достать. И в нее никак не ударить. Как поступаю я в этой ситуации. Подобрал шарики. Рассмер шариков можно например найти в интернете. Есть в магазинах где продаются подшипники. Купить шарики по размеру. Я в принципе не выбрасываю шарики. Если вдруг где-то валяются. Я их собираю в отдельную коробочку. У меня их много. Иногда они нужны для электроинструмента. По разным диаметрам. Подобрал 8 шариков необходимого диаметра. Я вставил внутреннюю обойму. Девятую уже не влазит. Все непросто тут. Потом распределил шарик на смазку. Чтобы они не разбегались. Потом аккуратненько отверточкой распределил по 2 шарика на 4 стороны. Или как хотите можете по одному распределить. И все. Он зафиксировался. Если его начать окрутить. Они распределяются. И все. И уже внутренняя часть не выпадает. Все. Не выпадает. Ну я так аккуратненько распределил. И все. Начал стукать и выбил. Вот таким образом. А родные шарики там ни одного целого. Все по половинке. С родными уже. Вот таким образом можно подойти. Я честно говоря не подбирал по размеру. Просто прикинул. Смотрю у меня одинаковых. Вот таких есть какое-то количество. Насыпал. Держит. Ну и все. Можете методом тыка попробовать. А можете подобрать по размеру. И вот получилось. Они тут не высыпаются. Потому что на смазке. Вот такая ситуация. И начал стукать. Выбил. Все. Теперь заказываю подшипники. Еще честно говоря. Внутренний подшипник. Семнадцать миллиметров внутри. Наружи сорок. Какой. Сейчас я посмотрю по каталогу. И закажу. Какой номер. Там оно быстро. Вы видите. Семнадцать снаружи. Семнадцать снутри. Сорок снаружи. Все. Заказываем. Ну что же. Я продолжаю. Я продолжаю. Со стиральной машинкой. У меня появились подшипники и сальник. Сальник. Получилось. Значит. Двадцать два. Сорок. Десять. Дроп. Одиннадцать с половиной. Пришел. Двадцать два. Восемь. Дроп. Одиннадцать с половиной. Разницы. В принципе. Нет. По высоте они одинаковые. Вот. Вот. Эта часть. С этой. Одиннадцать с половиной. Десять. Это и восемь. Это вот эта часть. Ну. Получается. Начинается вот этот. Вот эта часть. На одной и той же высоте. Вот. Начало. И вот эта часть. Конечная. Тоже на одной и той же высоте. По сути дела. Разница только вот. Вот этой наружной части. Ну. Это не принципиально вообще. В принципе. Важно. Что. Начнется. В этой части. И закончится. На одиннадцать с половиной. Там уже есть. Прошлифованная. Боростка. Важно. Чтобы она была. Не побитая. На валу. Она не побитая. С ней все в порядке. Все. Теперь я устанавливаю. Подшипники. Значит. Получается. У меня. Меньший. 202. СКФ. 203. Начи. В качестве. Это одно и то же. Все. Причем. Очень важно. Чтобы это был оригинальный. Японский. Подшипник. А для этого его нужно заказывать. В местах. Где. Вы. Можете. Оригинальный. Это. Может быть. Например. Я заказываю. У дистрибьюторов. Крупный. Дистрибьютор. Подшипников. То есть. Это. Крупная. Компания. По продажам. Именно. Подшипников. Ремней. Они являются дистрибьюторами. Эти фирмы. У них фирменный. 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 Иначе. А не какой-то китайский. Это важно. Значит. Родной стоял. Вов. Ставлю я. SKL. Не. SKL. SKL. Это самый дешевый. Велко. Это. По качеству. Намного лучше. По цене. Они одинаковые. С Вольф. Во всяком случае. У нас в магазинах. Одинаково стоит. Ну. Вот. Как бы. И все. Что. Как я ставлю. Через проставку. С обратной стороны. Старым подшипником. Забил. Назад. С этой стороны. Он заходит. Глубже. Я сколько мог. Старым подшипником. Забил. Дальше он начинает. Уже подклинивать. Поэтому беру. Смотрите. Алюминиевую проставку. Можно медную. И через проставку. Алюминиевую. Дальше. До конца. Ну. В общем то. И все. А ну. Вы услышите. Что когда он. Сядет на место. Звук. Изменится. Ну. И. Вот здесь. Будет 10 миллиметров. И. Потом. Аккуратненько. Забью. Еще. И. Сальник. В общем то. И все. После этого. Нужно будет. Сальник обязательно. Смазать. Не забыть. Смазать. Итак. Сальник тоже поставил. Забивал его через. Сначала так. Потихонечку. Просто молоточком. Пока не зашел. А потом начал забивать. Уже с помощью. Обоймы. У меня как раз. Осталась. Обойма. Без внутренней части. Она. Не травмировала. Эту часть. Ну. А так. Пришлось бы. Подобрать. Такую. Какую-нибудь. Круглую. Трубу. Подходящего. Диаметра. Потому что. Если просто бить. Каким-то. Отверткой. Допустим. То пробивается. Нужно что-то такое. Именно. Плоское. Вот. От старого. Подшипника. Этого же. Двести третьего. Как раз. Подходит. Как раз. Видите. Он немножко. Глубже зашел. Из-за того. Что здесь. Должен быть. Десять. Одиннадцать с половиной. У меня. Восемь. Одиннадцать с половиной. Глубже зашел. Вот. Эта кромка. На том самом. Вместе. То есть. Фирма. Пришла. Пришла. Мне на другую. Но. По сути дела. Разницы. Между двумя губками. Немного. Смазки. Она. Во-первых. Немножко. Расширится. Смазки. Много. Не нужно. Она. Все равно. Валом. Толкнется. Глубже. Глубже. И смыслов. Вставляем. Барабан. Прежде чем вставить. Барабан. Сейчас покажу. Надо почистить. Вал. Вал. И место. Место. Под. Сальник. И так. И сам вал. И место под сальник. Вот это вот. Втулка. Латунная. Латунная. Хорошо. Нужно почистить. И прощупайте. Пальцем. Нет ли заусенок. Которые могли бы стереть сальник. Когда будет крутиться. Если все нормально. Выработки большой нет. Если здесь сильная выработка. Побитая эта часть. То ремонта смысла нет. Потому что. Ну. Можно попробовать немножко восстановить. Его подшлифовать. Потому что. Вот эта часть. Очень важна. Если сальник. Если небольшие выработки. Ну. Просто из-под сальника. Ну. Нормально. Сюда станет. И будет дальше работать. Но если там целые борозды. То. Вода все равно зайдет. Все равно. Разрушит подшипник. И. Проблемы. Ну. Как бы. Толку. От замены. Не будет. Ну. В общем то и все. Остальное в принципе здесь в нормальном состоянии. Сейчас проверю. Я когда выбивал. Бил вот сюда. Правда через винт. Вот этот. Но все равно. Будет ли заходить сюда нормально. Подшипник. Ну и все. Собственно. Вот этот подшипник. Заходит. И будет. Так. Это не он. Сейчас найду. Родной подшипник. Итак. Я насверлю отверстие. Ну. Сантиметров 5-6. Друг от друга. Единственное. Что когда сверлите. Проверяйте. Нет ли там какой-то перемычки. Чтобы с той стороны подошла гаечка. Еще на что обратил внимание. Видите. Я не посредине просверлил. Потому что если сверлить посредине. Там гаечка будет упираться в корпус. Поэтому я сверлю к краю такого бортика. И соответственно в винтах. Винт сейчас возьму и болгарочкой с одной стороны сточу под самую резьбу. И он будет так становиться. Иначе гайка не становится сюда в середину. В некоторых местах она полностью шляпка становится. А в остальных местах вот она тут узковата. И поэтому нужно болгаркой стачивать. Под самую резьбу. Ну и все что я насверлил везде. Причем сверлил смотрите. Вот здесь вот не силовая часть. Вот в этом расширении. А силовая вот там. Вы тоже аккуратненько смотрите с той стороны. Куда вы можете поставить. Именно где гаечка может поместиться. Вот здесь тоже. Видите. Проверил. Может поместиться. Ну и так по всему периметру. Около 40 штук болтов. Все. Теперь снимаю. Обезжириваю. И буду использовать вот такой крокодил. Полиуретановый герметик. Автомобильный. У нас он продается в строительном магазине. Он лучше чем силикон. Чем лучше. Крепче держит. Очень хорошо. Насмерть прихватывает. Обезжириваю. Намазываю. И потихонечку. Шаг за шагом. Сразу не затягиваю с одной стороны. Постепенно затягиваю. Так чтобы не выдавливать силикон полностью. Много не намазывать. Потому что он в середину много зайдет. И он там будет потом наматываться. Как бы это не помешает. Но все равно. Старайтесь без фанатизма. Много не нужно. Намазываю я с двух сторон. И на эту часть. И на верхнюю. И на нижнюю. Чтобы быть уверен. Что оно четко. Намазываю просто пальцем. И потом соединяю. И оно хорошо присоединяется. Так. Хочу показать. Как я. Теперь. Вымазываю. Выкладываю. Полиуретановый герметик. Почему пальцем. Я хочу. Когда я промазываю пальцы. Я чувствую. Где я прошел. Где не прошел. Как-то у меня большая уверенность. Что я здесь. Здесь. Что здесь. Наверное. Я чувствую. Слой. Слой. Не должен быть. Большим. Я. Уже. Здесь. Прошел. На той стороне. Отверстие. Я. Проделал. В принципе. Осталось. Только. Приложить. И. Теперь. Уже. Немножко. Придавливать. Самими. Винтами. Ну. Так. Постепенно. Не. Не. Придавливая. С одной стороны. Так. Равномерно. Проложу. Винты. И. Начну их. Стягивать. Ну. Собственно. Все. Потихонечку. Затягиваю. И. Оставляю. На. Усушку. В общем-то. И. Весь. Процесс. И. Собираю. В. В. Удивитель. Все. Застыло. Все. Хорошем. Состоянии. Везде. Я подтянул. Тянуть. Нужно. Не. Без. Фанатизма. Потому. Что. Во-первых. Там. Есть. Гровер. Во-вторых. Не. Продавливать. Пластик. Теперь. Сейчас. Уже. Прикрутил. Нижний. Только. Нижний. Утилитель. Не так. Тяжело. Ставить. И. Сейчас. Поставлю. Муфту. И. Буду. Муфту. Поставлю. С одной стороны. Почему. Потому. Что. Потом. Там. На месте. Очень. Неудобно. Ставить. Муфту. Резинку. Надевать. Очень. Неудобно. На улице. Это делать. Удобно. Поставил пружины. И. Сейчас. Уже. Буду. Ставить. На место. Соберу. Все. Вместе. Налью. Воды. Запущу. Посмотрю. Не протекает ли. И. Буду. Отдавать. Клиенту. Так что. Повторяйте. Видите. На самом деле. Это. Непростая. Задача. Но. На самом деле. Все. Решаемо. Увидимся. На канале. Мира вам.